В селе Тарханы Батаревского района в 12-й раз прошел международный Кокелевский пленэр. В течение двух недель мастера кисти из разных городов России и стран СНГ творили картины на лоне природы, а после представили их на выставке в художественном музее. Предельщица в национальном костюме, деревянная изба, сельская церковь. Из этих картин складывается общий образ типичной чувашской деревни. Рисовать на родине Кокеля одно удовольствие, говорят художники. Источник вдохновения на каждом шагу. Остается только поставить холст на мольберт и взять краски в руки. Впервые в этом году вместе с опытными мастерами писали картины ученики Батаревской художественной школы. Очень рада была пообщаться с художниками, приехавшими из республик различных. Мне было очень интересно учиться у них рисовать. И надеюсь, и дальше я их смогу увидеть в следующих пленерах. Мне очень понравилось рисовать на открытом воздухе. Там красивые пейзажи. Эксперимент удался. И в следующий раз в Тарханы пригласят юных художников со всей республики. За 12 лет на родине Алексея Кокеля побывало около 140 художников, которые написали здесь сотни полотен. Объединить лучшие из них и показать людям. Так родилась идея создания сельской картиной галереи. На мой взгляд, она без привлечения станет малой третяковкой такой, в которую можно приходить и изучать прекрасные творения художников разных регионов. Участники Кокельевских пленеров изобразительных искусства всей планеты приносят прекрасное имя Чувашьей, Чувашской республики. Татьяна Леонтьева, Алексей Ванисов, Игорь Зверев, Республика.